Здравствуйте! В эфире передача Актуальное интервью. В студии с вами Анна Владимирова. И сегодня у нас в гостях главный врач Республиканской клинической больницы имени Семашко, заслуженный врач Республики Бурятия, депутат Народного хурала Евгения Лудупова. Здравствуйте, Евгения Юрьевна. Евгения Юрьевна, расскажите, пожалуйста, как вам удается совмещать несколько видов деятельностей и какое из направлений для вас приоритетнее? Или они все-таки на уровне? Да, уважаемая Анна, конечно, два направления очень значимы, и они во взаимодействии, можно так сказать. Потому что большая моя подложность и главный врач Республиканской больницы, это, конечно, большая ответственность, большая работа, наш большой, 1800 человек, наш коллектив, это, конечно, ежедневная большая работа. И депутатская деятельность, вот в течение уже, я очень благодарна жителям Муйского, Сербайкальского района, третий созыв меня избирает депутатом, это тоже еще раз большая ответственность. Ну, наверное, вот слияние возможности депутата, ответственности депутата и трудовой деятельности главного врача приносит взаимовыгодное такое стечение решения тех задач ежедневных, которые стоят и как перед жителями, и как перед главным врачом. И, наверное, вот являясь депутатом, ты, с другой стороны, видишь проблемы наших жителей, избирателей в целом по республике. И это позволяет, наверное, подходить к депутатской деятельности сегодня через призму врача. Это вот очень важно. И я считаю, что одно другое дополняет и позволяет решать задачи. Как часто вам удается выезжать в ваш округ, в Севербайкальские и Муйские районы? Ну, получается, на раз в квартал, раз в полгода, в зависимости от ситуации. В целом, конечно, очень активная связь, очень благодарна своим помощникам. Работа депутата, она такая координирующая, и активно работаю с администрацией поселения, администрациями наших уважаемых районов Севербайкальского и Муйского, и, конечно, с своими помощниками. Потому что в каждом поселении у меня есть помощники, как и официальные, так и сегодня на общественных началах. И мы вместе выстраиваем работу. Это вот возможность депутату быть на связи всегда. Это через своих представителей и через вот такую команду, которая на местах вычленяет особо важные вопросы. И, конечно, в первую очередь мы решаем и пытаемся решать безотлагательные. Здесь, как врачу, мне приходится периодически вмешиваться. И я очень рада, что если у меня получается помогать вот именно в такой сложной ситуации. А так, целенаправленная депутатская деятельность, она, конечно, складывается из проработки многих вопросов вместе с правительством, вместе с главами поселения, с главами районов, для того, чтобы вот результат получился. Вот сейчас, например, по нашему Муйскому району ряд моментов стоят, конечно, сложных в подготовке к зиме. Они вот неоднократно стояли. И вот перед выборами в том году совместно с правительством была решена задача по улучшению ситуации подготовки к зиме. Были выделены дополнительные средства, обсуждались неоднократно. И, конечно, для наших отдаленных районах очень важные есть такие животрепещущие вопросы, как вот переезд из зоны БАМ, это снос ветхого жилья. Это вопросы сегодня, касающиеся улучшения предоставления коммунальных услуг, снижения их стоимости. И вот совместная такая планомерная работа позволяет эти вопросы акцентировать и решать задачи, которые решаются только при профессионализме сегодня тех, кто исполняет, и, наверное, при активности нас, депутатского корпуса. После выборов прошел практически год. То есть, каких уже результатов вы добились за этот год? Ну, в целом, наказов, конечно, очень много. И проблемы Сиробакайского и Муйского района, я как бы считаю, я знаю, мне кажется, что я знаю очень достаточно хорошо. И мы наметили вместе с главами районов часть задач и в народном хурале, те задачи, которые первостепенны. Вот сейчас мы готовим поездку 7 июня нашего председателя народного хурала Владимира Анатольевича Павлова. Мы едем вот с составом депутатов комитета по социальной политике. Вопросы здравоохранения для нас очень важны. И вопросы сегодня в целом по социально-экономическому развитию Муйского района. Там вот, например, один из наказов – это строительство и открытие детского сада в поселке Ракинда. Конечно, очень животрепещущий вопрос – это по сносу ветхого жилья, перепереселению. Средства выделяются, но, естественно, еще необходимо их увеличение. Поэтому на месте будем еще раз обсуждать, решать. И очень надеюсь, что совместными усилиями получится выстроить такую траекторию улучшения жизни в Муйском районе. Дополнительно вопросы. Вот я очень радуюсь, что по Муйскому району и по Сербайкальскому району часть вопросов по строительству детских площадок, по строительству спортивных площадок, особенно спортивных площадок по Сербайкальскому району был большой наказ. И вот сейчас в каждом селе практически у нас открыты спортивные площадки. Это тоже такой хороший досуг для всех жителей. И вопрос, конечно, был неоднократный в том созыве и поставлен. Самое главное для отдаленных районов – это доступность, это возможность в любое время выезжать. И люди вспоминают прекрасные времена Бамовски, когда в день летало 8 самолетов. Сейчас, конечно, большая мечта, чтобы у нас тоже такая же тема развивалась. Но, по крайней мере, та мера поддержки, которой ежегодно уже идет второй созыв, это выделение субсидий на билеты от Токсимо до Уан-Удэ и до Нижняя Ангарска. И вот постепенное снижение стоимости билетов, поддержка наших аэропортов, которые тоже должны быть на севере – это большая помощь, это тоже был большой наказ. Вот возможности санитарной авиации, они расширились, и мы участвуем в нашей республике уже третий год в программе оказания помощи в доступных территориях. Это тоже, я считаю, что как хорошая помощь и как главная врач республиканской больницы, я вижу ежедневные посводки, что жители, когда им необходима помощь наших северных районов, имеют сегодня возможность и активность санитарной авиации их доставляет нам в республиканские больницы, что действительно значительно помогает. Раньше такой возможности не было, когда такая программа была очень ограничена. Поэтому налицо вот такие изменения. Но задач, конечно, больше. И самая большая мечта, чтобы было меньше, конечно, задач. Но жизнь такая в непрерывном развитии. Естественно, потребности увеличатся, требования растут. И самая большая мечта, чтобы наш север был такой близкий, чтобы людям там было комфортно, чтобы люди не уезжали, а развивали наш замечательный север Бурятии. Вы входите в состав Комитета народного хурала по социальной политике. В феврале этого года проходило совещание, заседание комитета при участии представителей Забайкальского края. О чем тогда говорили и к чему в итоге пришли? Ну да, вот действительно у нас было интересное заседание. Мы очень благодарны нашим коллегам законодательного собрания Забайкальского края, что они приехали для изучения опыта Республики Бурятии по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Вот это направление прописано в статье 90-й 323-го федерального закона об охране и здоровье граждан Российской Федерации. Один из основных таких векторов развития каждой медицинской организации. Сегодня мы понимаем, что контролируют медицинскую организацию все. Это правильно. И получение рецензии идет через определенные органы, через наше Министерство здравоохранения, и контролируется розыгрыш надзором. Но большая роль во всем мире именно, когда сами организации выявляют свои проблемные области, выявляют зоны неэффективности, начинают так организовывать свою работу, изучая самые лучшие практики для того, чтобы было меньше несоответствий, чтобы результаты лечения были еще лучше и лучше с каждым годом. То есть принцип так называемого непрерывного развития любой медицинской организации. Это вот так называемое то направление, о котором я уже говорила. И что намечено, чтобы опыт Республики Бурятии, в республиканской больнице, при нашей республиканской больнице создан региональный центр компетенции по внедрению стандартов качества безопасности. И вот этот опыт перенимался широко всеми организациями нашей республики и организациями, в том числе и Забайкальского края. Мировой опыт, я уже говорила, показывает, что только именно выход на стандартизацию деятельности, когда ты можешь предвидеть зону риска в различных областях, позволяет сегодня работать более эффективнее. Поэтому вот эта тема, и, конечно, вопросом это позволяет создавать ту медицинскую организацию, и самое главное, создавать возможность для наших пациентов, когда медицинскую помощь они будут получать и своевременно, и доступно. И, конечно, в этом направлении весь мир проходит определенные этапы. И я как бы предвижу вопросы по поводу того, что, конечно, и замечания наших уважаемых граждан по поводу улучшения качества медицинского обслуживания звучат всегда. Но я так думаю, что, чтобы к лучшему варианту прийти, наша республика, наши медицинские организации как раз опробируют и изучают лучшие практики по всей Российской Федерации, по другим странам, для того, чтобы изменяться в позитивном направлении. Для примера, может быть, расскажите, какую практику сейчас внедряют и используют? Да, да, вот сейчас очень важный вопрос. Сегодня это инфекционная безопасность, это безопасность сегодня, лекарственная безопасность. Все прекрасно знают, что лекарства – это и добро, и вред. Поэтому есть современные подходы, как сделать так, чтобы лекарства и хранились в том необходимом режиме, чтобы они употреблялись, как говорится, и назначались в правильном режиме. И самое главное, это доводилось в определенном режиме для наших уважаемых пациентов. Поэтому вопросы уменьшения ошибок, уменьшения вреда, побочных действий от использования лекарственных препаратов – это сегодня есть так называемая стандартизованная деятельность и регулируется очень многими приказами. И вот в наших медицинских организациях наработано очень хороших инструментов для того, как это осуществляется. Чтобы действительно та же вакцина попала сегодня к пациенту в надлежащем виде, чтобы ее надлежащие хранили, перевозили, и чтобы компетентный сотрудник поставил ее правильно. Это вот вся цепочка качества, стандартов качества, которая должна осуществляться. Или вопрос сегодня обработки медицинских инструментов, создания сегодня мер по профилактике инфекции, связанных с оказанием медицинской помощи. Во всем мире вопросы обработки рук сегодня являются очень приоритетными. И вот у нас тоже мы неоднократно на этим вопросах вместе с Роспотребнадзором активно работаем, делаем постоянно и обучающие севинары, и контрольные проверки для того, чтобы гарантировать качество обработки медицинских инструментов. Это же важно очень для каждого пациента. Вопросы сегодня повышения компетенции наших сотрудников. И вот, например, наша Республиканская больница постоянно проводит различные конференции, приглашает ведущих специалистов. Наши доктора выезжают на все ведущие базы в стране для того, чтобы принимать лучшие технологии и внедрять в свои наши больницы, и передавать сегодня нашим центральным районным больницам. Это вот так называемая, ну только часть я рассказала, системы управления качеством. Вопросы, он так, не одного дня. И вот те задачи, которые мы решаем, они постепенно идут. И вот поменять сегодня сознание, поменять сегодня подходы, это, конечно, не одного дня дело. Тогда забежим немножечко вперед. Я знаю, что у вас в этом году планируется несколько больших значимых таких мероприятий по обмену опытом, в том числе. И расскажите, пожалуйста, что за конференция будет скоро? В этом году у нас в нашей исполиканской больнице имени Симашко 95 лет. И мы объявили для себя, всем коллективам, такое решение. 95 лет, 95 добрых дел. И максимально хотим привлечь к нам в республику экспертов, практикующих докторов, которые поделились опытом, и мы представили свой опыт. Вот буквально на этой неделе у нас будет три интереснейшие конференции. Это будет приедет форум гастронтерологов со всей России, которые поделятся опытом и расскажут о новых технологиях, рекомендациях для наших всех врачей-терапевтов. Это тоже вот сегодня такой рост всех нас к новому знанию. Второй момент. Будет большая конференция по микробиологии. Это вопрос, я думаю, что бактериологических исследований тоже очень важно. И вот будет посвящена 50-летию, в том числе, кардиологической службы, большая конференция по кардиологии. Я считаю, что только постоянно образовываясь и задача каждого врача, каждого медицинского работника постоянно расти. Но учитывая то, что мы далеко находимся от наших ведущих центров, возможность привлечения сюда ведущих экспертов и специалистов в различных областях позволяет нашим докторам непрерывно учиться. Мы это все демонстрируем на всю республику через нашу видеоконференц-связь и максимально принимает участие каждый сотрудник. Также в июне у нас будет большая российская конференция межрегиональная, приглашаем экспертов со всех городов. Это по внедрению в систему управления качеством. Будет как раз вот несколько направлений, в которых наши доктора поделятся, наши медицинские сестры. Как проводить качественный медицинский уход? Сегодня операция – это, конечно, важная составляющая успеха. Но без качественного медицинского ухода, за который ответственны средние медицинские работники, невозможно получить общее достижение результатов. Вот вы сейчас делились и говорили, что от внимания сестры и врача зависит, наверное, тоже успех. И мы максимально стараемся в нашей больнице, вот я за свою больницу хочу ответить, проводить различные такие, внедрять такие требования, которые позволяют нашим сотрудникам все дальше развиваться и принимать лучшие практики со всех медицинских организаций страны. Хорошо, вернемся тогда к работе Комитета Народного хурала по социальной политике. На чем сегодня работает Комитет, какие заседания планируются в ближайшем будущем? В поле деятельности Комитета вопросы социальной защиты, вопросы образования, вопросы, конечно, здравоохранения. Но сегодня вот как раз тема все вокруг здравоохранения. Хотела бы, конечно, отметить, что сейчас наш Комитет готовит на 13 июня Совет Народного хурала о доступности и качестве оказания медицинской помощи гражданам, проживающих в сельской местности Республики Буряти. Потому что по замерам, по обращениям гражданам, мы, к сожалению, видим, что часть вопросов еще не решены. Над ними необходимо работать. Совет, я думаю, что как раз проанализирует те проблемные области. И, в принципе, мы готовим рекомендации, которые позволят и правительству, министерства здравоохранения, всем заинтересованным сторонам как раз выработать те необходимые задачи и план мероприятий по решению основных моментов. Ну вот мы сейчас, наш Комитет выехал в районы, это в Кяхтинске, буквально недавно были при Байкальском районе, в Кабанском районе. И вопрос, конечно, везде, в первую очередь, касается нехватки кадров. Это извечный вопрос, кадры решают все. И, конечно, от того, что в первую очередь они должны быть, мы буквально вот тоже в том году ездили советом старейшим в ряд наших районов. Очень грустно, что сейчас не хватает даже фельдшеров. Вот в Багатайском районе не хватает, папы стоят, фельдшеров не хватает. И вот та сейчас программа, земский фельдшер, тоже позволит сегодня привлечь наших уважаемых средних медицинских работников именно в свою родину, в село. Все начинается оттуда. И насколько четко будет выставлена программа профилактики, и она такая недорогая, в принципе, если вот оценивать эти затраты в отрасль. И в целом, в целом мы прекрасно понимаем, что только от того, насколько будет сильное первичное звено, от этого будет общий результат. Сейчас очень много интересных программ идут и по диспансеризации, и по сегодня, по раннему выявлению онкологических заболеваний. Но здесь вот только важно, необходимы, и важная, необходимая совместная работа и с нашим с нашим обществом. Мы, конечно, как врачи всегда обращаемся к тому, что вместе с главами поселениями, с работниками образования, культуры, вот в каждом маленьком селе необходимо, наверное, уже как-то поднимать вопрос доступности, качества и профилактики многих заболеваний прямо на месте, чтобы вот именно выявлять на ранних стадиях определенные заболевания. Поэтому этот вопрос по доступности, конечно, он для каждого важен, и большинство жалоб, которые обращаются и в Хурал, и вот, допустим, нашу больницу, я вижу, связаны с тем, что иногда не всегда получается своевременно. Здесь, конечно, очень важно сейчас век нашей цифровизации, век таких технологий, это вот мы ждем в ближайшее время, что все замкнемся в единый цифровой контур, что возможность тогда быстрого обмена данных для того, чтобы быстрее оказать помощь, будет тоже более реальной. Сейчас выделены в этом году федеральные деньги и бурятские деньги на программу цифровизации именно в первую очередь сельского населения. Вот это проблема. И, конечно, проблема – это нехватки медицинского оборудования. В части очень много не хватает оборудования, и это, конечно, об этом много замечаний пишут наши уважаемые граждане. Сейчас очень рады, что дальневосточные субсидии выделяются. Я видела список того оборудования. В первую очередь оснащаются, конечно, наши центральные районные больницы, которые позволят на ранних стадиях, например, аппараты рентген-флюорографы будут. Это позволит ранее выявлять определенные заболевания, которые именно на этих аппаратах медицинских. Поэтому вот эти задачи, они как бы выглаву. И, естественно, повышение квалификации медицинских работников. Очень много сейчас делается, и обозначены дополнительные различные стажировки. Буквально у нас недавно была коллегия в Министерстве здравоохранения, где вот мы тоже приняли такую практику, что будут ежемесячные обучающие циклы, семинары и стажировки на базе ведущих республиканских больниц для того, чтобы еще больше отслеживать от наших коллег села путь оказания медицинской помощи для пациентов, разбирать определенные проблемы. И вот выездные формы прописаны. Мы буквально каждый месяц у нас есть план-график выезда для оказания практической помощи на селе. Я в этом вижу большую помощь для наших коллег села и вижу, конечно, реальную помощь нашим жителям отдаленных районов. Практически каждая вот неделя у нас она расписана. И за весь год мы посещаем все районы нашей республики для того, чтобы именно на практике оказать на месте оказать помощь. Есть, конечно, очень много вопросов по северам у меня обращение. Есть показания офтальмологической помощи. Вот здесь вот мы ждем реальная возможность приобретения медицинского оборудования и прохождения этапов лицензирования для того, чтобы там на месте оказать. Мы изучили опыт Тюменской области, где это организовано. Очень надеемся, что к концу года нам удастся с помощью правительства Минздрава приобрести необходимый аппарат для того, чтобы, например, вот офтальмологическую помощь пациентам с катарактой оказать жителям отдаленных районов. Пока это вот как наказ идет, но она еще проблема в стадии решения, потому что носит такой материальный характер для приобретения навыки. У наших сотрудников есть, а вот необходимо оборудование медицинское для выезда на месте. Что касается программы Земский доктор, как вообще на нее реагируют наши молодые специалисты? И вот вы говорили, что Земский фельдшер сейчас будет запущена программа. У нас же есть и бурятское софинансирование, мы дополнительно принимали за счет средств республиканского бюджета. И, конечно, те средства, которые софинансируются также республиканским бюджетом, это программа Земский доктор. Но более, практически, более 700 врачей уже за эти годы приехало. Это, конечно, реальное подспорье. Я вспоминаю себя молодым доктором, супругом. Мы уехали на работу в Музьки район в далеком 1994 году. И, условно, конечно, миллиона не было. И вопросы, наверное, отчасти распределения и выполнения определенного своего долга как врача существуют для всех. Но сейчас вот это еще имеет такую материальную подпорку. Но, в целом, я думаю, для докторов молодых важен не только миллион. Важно и понимание вот общества и тех жителей в селе, в котором они живут. Иногда, почему мы анализируем уезжая доктора, вот я анализировала со своего Северо-Байкайского района, может быть, не хватает общения, не хватает сегодня организации определенного доступа им, 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 детям. И вот какого-то, наверное, такого опекания на первых порах, когда приедет молодой сотрудник, молодой, там, 23 года врач, ему, конечно, необходима такая моральная помощь, когда приходится ему, буквально, я узнала, один доктор у меня с ребенком ездил на все выезда по всему району. Просто ребенка ставить негде вечером, да, и днем там кто забирать будет. Обычно, когда мы живем рядом в городе, вокруг же есть и бабушки, и дедушки, и родственники, которые могут опекать. И вот это тоже очень важно для молодого доктора, когда ему созданы условия, наверное, такого социального и морального, моральной заботы, наверное, для того, чтобы вот именно он смог остаться, закрепиться. И вот мы сейчас активно видим, что некоторые районы прямо приезжают таким большим выпуском. Вот, например, мы в Муйский район в свое время приехали восемь человек, восемь выпускников Чеченского медицинского института и создавали там и определенный интересный досуг и могли активно работать. Это тоже всем дружной команды было легче справляться жизнью на селе. Поэтому такая форма для многих районов, она сейчас тоже принимается. Я вижу, что некоторые районы прямо выезжают семьями и вот эти ребята остаются. Здесь должно быть несколько подходов, не только миллион, а еще, наверное, вот и другие. Что касается больницы, которую вы возглавляете, в последнее время мы очень часто слышим о том, что вы проводите сложные операции, что-то внедряете. У вас очень сильный хирургический, так скажем, комплекс. Благодаря чему вы добиваетесь этих успехов? В первую очередь, это, конечно, наша общая команда, команда единомышленников, которые есть в нашей больнице. Я очень благодарна нашим коллегам, что мы вместе решаем такие большие поставленные задачи. Действительно, мы очень благодарны за такую высокую оценку, за наших хирургов. Я очень сильно горжусь теми нашими сотрудниками, с которыми мне вот довелось большая честь работать с нашими хирургами, нашими терапевтами, вообще всеми сотрудниками. И поверьте, наши доктора постоянно прикладывают все усилия для того, чтобы повышать свои квалификации, делать все необходимое для наших уважаемых пациентов. Вот в том году у нас было большое мероприятие. Я очень рада, что приезжали специалисты из всей страны, отмечали наши заслуги, наших кардиохирургов, травматологов. И сегодня они проводят очень много научной работы. Мы видим публикации, и когда отмечаем именно отзывы наших коллег с других территорий, тех метров нашей медицины, действительно, сердце переполняется действительно большой гордостью, что наши травматологи ежегодно наращивают виды медицинской помощи. Сегодня, если раньше мы только 10 лет назад у нас была большая очередь на протезирование суставов, сейчас, конечно, сохраняется на очередь протезирование коленного сустава, но по всей стране такая ситуация. В той же Москве до двух лет ожидания на коленный сустав. У нас, к сожалению, практически до года, до полутора лет ожидания на коленный сустав. Поэтому здесь решение совместной плоскости лежит от того, чтобы увеличение финансирования на проведение данных операций, и это даст возможность решить. Также сегодня по кардиохирургии у нас очереди нету. В течение двух недель есть возможность попасть на данные виды операции, и наши кардиохирурги мастерство свое ежегодно наращивают, и там такая работоспособная команда, возглавляемая главным кардиохирургом Донировым, Батаром Жунаевичем. Вот они выполняют эти задачи. Травматолог у нас ведущий это Евгений Станиславович Шигаев, Дамин Доржевич, Дымбрылов, Батар Жунаевич, сегодня Цибенов, и много-много наших других специалистов. Наши сегодня общие хирурги Борис Гатыпыч Гармаев, Сергей Михайлович Семиджеми Тыпыш, Владимир Сергеевич Ачиров и другие наши доктора максимально внедряют новые технологии. Вот Сергей Михайлович у нас возглавляет недавно общую хирургию, внедряет различные операции. Вот сейчас активно внедряем бариатрические виды помощи, тоже очень важные и нужные. Вот при сегодня тенденциях к повышенному весу, да, это тоже является очень важным моментом. Различные операции на эндокринных органах, и поэтому вот каждый год у нас идет оценка работы каждого сотрудника, каждого хирурга. Я вижу измеримые показатели, когда в течение года видно, какие технологии внедрились, что получилось, над чем необходимо поработать, куда необходимо съездить, где сегодня у наших коллег есть технологии, которые необходимо перенять. Но большая наша мечта, это, конечно, заняться трансплантацией органов, это уже потребность времени. К сожалению, много пациентов сегодня ходят на гемодиализ, ежегодно это количество пациентов растет, и все ведущие больницы во многих сегодня областях, вот в Иркутской области мы сравнивали опыт, Новосибирск, Красноярском крае, они, конечно, активно занимаются уже много лет трансплантацией. Это, конечно, дорогостоящие мероприятия, и в целом вот мы эти вопросы ставим, и в ближайшее время надеемся на поддержку, как и финансовую, но наши доктора будут активно учиться и внедрять такие технологии трансплантации органов. Я думаю, что мы к этому уже подошли. Наши хирурги активно внедряют, также вот наши урологи практически перешли на виды помощи малоинвазивные, гинекологи, урологи, вот Анатолий Валерьевич Дмитриев сегодня, Юрий Владимирович Эрданеев, наш уролог, сегодня наш Геннадий Дашевич, ведущий уролог, сегодня активно внедряют те виды операций, которые малоинвазивные, эндоскопические, в этом плане мы хорошо оснащены медицинским оборудованием, и, конечно, наши и теракальные хирурги, и вот и хирурги гнойного направления тоже максимально перенимают новые технологии. Сейчас активно развивается эндоскопическая технология. Вообще, конечно, в медицине работать очень интересно, потому что ежегодно приходят такие технологии, что, конечно, у многих наших ребят руки чешутся, это хорошо, но это требует максимального вливания, уже буквально через год, через два много оборудования устаревает, а в наших больниц очень большой идет оборот. Максимально вот в год наши хирурги делают до 250 операций, в день проводится не менее двух операций на одного врача, поэтому нагрузка, конечно, колоссальная, и что позволяет сегодня коллегам быть постоянно, как сказать, во всеоружии для того, чтобы правильно оказывать медицинскую помощь. Что касается ближайшего будущего, планируете ли вы внедрить что-то такое, чего у нас еще не было? Есть ли вот у вас в планах, я не знаю, возможно, договоренности уже какие-то с правительством, что-то, какую-то программу входите? Сейчас вот я уже говорила, вопросы обсуждаются, благодарны, что вот в Хурале главный вечер вопрос поднимает наш сотрудник, как сотрудник, который сейчас работает с заместителем председателя комитета по бюджету, и наш министр ставит вопрос по трансплантации. Это, конечно, большой блок, и здесь много задач нужно пройти. В целом, у каждой нашей службы есть перспективный план, есть мечты, есть цели реальные, в которые мы пошагово двигаемся и хотим в определенной степени ту или иную технологию внедрить. Вот эндокринологов, они практически подходят. Вот активно в том году мы внедрили помпы, и сейчас в этом направлении тоже мечта расширится. Также практически я могу перечислить каждую службу, у каждого есть определенный план на ближайшие 2-3 года, что мы хотим сделать. У нас, конечно, большой план, план такой перспективный, это к 100-летию нашей больницы, да, мечта, чтобы наша больница, конечно, становалась лидером сегодня в нашем, не только в округе, но и по Российской Федерации, чтобы наши врачи максимально развивали те технологии. У нас тут большая задача по нейрохирургии в рамках сегодня развития сосудистого центра. Сегодня нейрохирургами нашими пройден на определенный этап, но еще очень много задач впереди для того, что сейчас активно развивается хирургия инсульта, поэтому вот сейчас в рамках сосудистой программы мы приобретаем необходимое медицинское оборудование, вот микроскоп сейчас купили для нейрохирургов современный, и они у нас проходят обучение, и очень, конечно, надеемся, что вот в нейрохирургии при оказании помощи пациентов такого профиля сосудистого профиля у нас получится еще больше лучших результатов. Здесь, конечно, это вот такой поэтапный труд, по которому мы двигаемся и знаем, что нам сделать. Каждый год мы измеряем свои результаты, обязательно сравниваемся с ведущими клиниками страны, и иногда берем данные европейского сообщества для того, чтобы посмотреть, на каком мы этапе, что у нас хорошо. Вот отмечу, что по терапии инсульта, инфаркта, миокарда, у нас идет постепенное снижение. Если мы начинали раньше с показателей например 15, у нас был показатель вот, к сожалению, печальных исходов, сейчас у нас стал 11 показатель. И в сравнении с теми пациентами, которые к нам поступают, мы видим и сравниваемся, что у нас идет постепенное снижение за каждым вот таким небольшим процентом. Это громадный труд. И мы, конечно, огорчаемся того, что хочется быстрее получить положительных результатов, но здесь работа не только врачей. Вот и мое сегодня выступление тоже хотелось бы отметить. Это, в первую очередь, успех положительный в лечении любого заболевания. Это совместная работа, это партнерство. Это, в первую очередь, партнерство и родственников, и пациента вместе с нами, с врачами. Иногда мы, может быть, не всегда слышим друг друга, и от этого получается недопонимание. Но ни один врач, ни один медицинский работник не хочет сделать сегодня что-то плохое для пациента. Поэтому весь мир прошел и успех только в партнерстве, в нашем понимании, взаимодействии и совместном, наверное, таком взаимообогащении. Где-то мы, может быть, что-то, врачи, может быть, не всегда слышим и нас слышат. Вредные привычки это сегодня бич для нашего общества. Прямо вот грустно видеть, когда молодые, красивые ребята поступают к нам после отравления определенными препаратами питьевого направления. И, к сожалению, есть поражение почек, печени. Есть сегодня, когда видишь, грустно, просто когда тоже в молодом возрасте люди от длительного злоупотребления определенными тоже моментами, когда фактор курения, когда, к сожалению, сегодня все равно есть средства, есть сегодня определенная диета, когда можно даже элементарно ограничивать соль и снижать риск инсульта от того, что ты будешь контролировать свою артериальную гипертензию. Сегодня медицина достигла очень многого. Есть возможности профилактироваться и я думаю, что многие говорят, ну, нету средств там на определенную диету. Но вот диета, та, которая сегодня позволяет снижать артериальную гипертензию, она такая, наоборот, оптимальная. Потом те же пешие прогулки ежедневные, сейчас все увлеклись не менее 10 тысяч шагов, да, это тоже та задача, которая, я думаю, посильная для многого. Но главное сегодня это вот преодолеть себя и, как говорят, самая трудная работа это только над собой, да. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время посетить нашу студию. Желаем вам свершения всех ваших задумок, чтобы все удалось. Ну, естественно, благодарных пациентов. Дорогие друзья, напоминаю, что в гостях у нас сегодня была главный врач Республиканской клинической больницы имени Симашко, заслуженный врач Республики Бурятия, депутат Народного хорала Республики Бурятия Лудупова Евгения Юрьевна. До новых встреч в эфире телеканала Мир Бурятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин